Рак легких. Лечится ли он? Ответ скорее положительный, чем отрицательный. На первых стадиях выявления заболевания. Это снимок легких человека, который серьезно болен. Онкология третьей степени, когда клетки размножаются очень быстро. Процент на выздоровление минимальный. В отделении лучевой терапии Брестского областного онкологического диспансера такие снимки медики видят ежедневно. Быть может из-за этого в месте, где каждый день помогают излечиться от страшного недуга, не курят. От пагубной привычки рак легких возникает в 95% случаев. Начиная с первого года курения, с первой выкуренной сигареты, шансы заболеть раком легкого растут по экспоненте. С каждым новым годом, с каждой новой пачкой шансы становятся все выше и выше. Заболеваемость и смертность от рака легкого занимают у мужского населения ведущие позиции. У женщин это несколько менее значимая проблема, но для мужчин, особенно трудоспособного возраста, это касаемо и наших территорий. Это первая причина смертности. Сегодня более 38 тысяч жителей Бреста и области состоят на учете в онкодиспансере. Медики обеспокоены. Число пациентов с каждым годом растет. В стадии запущенности лидирующей позиции занимает рак бронхов и легких. Если мы коснемся вопроса смертности, особенно трудоспособного населения, то рак легких порядка 25% нашего населения мужского, имеющего рак легкого, не умирают. Это по Брестской области данные за 9 месяцев этого года. Структура, как правило, не меняется. Если у нас за прошлый год, в прошлом году было за 10 месяцев порядка 437 пациентов, то по городу Бресту в этом году мы имеем 440 пациентов. То есть плюс 3 пациента, это в принципе немного, но это живые люди. К сожалению, рост у нас идет. Сигареты и рак. Почему бросать курить нужно немедленно? Медики убеждают. Каждая выкуренная сигарета – это кусок непрожитой жизни. По данным социологических исследований, доля курящих среди онкологических больных составляет порядка 85%. Это самое убедительное подтверждение того, что возможность возникновения злокачественных опухолей возрастает параллельно потреблению сигарет. Табачный дым вызывает и обостряет многие болезни, поражая без исключения все органы. Сегодня понимают это многие, но продолжают курить. Почему? Привычка или все же зависимость? Вообще она относится к группе токсикоманических средств, если по классификации. Но от этого не легче. Возникающая зависимость, которую можно определить, в том числе по тесту фагерстрема, и по анамнезу, и по каким-то другим проблемам, мешает человеку качественно жить. На протяжении всей недели город над Богом был охвачен антитабачной кампанией. Профилактические акции, пресс-конференции, информационно-образовательные встречи с молодежью. Брестские подростки рассказали, почему выбирают жизнь без дыма и почему агитируют сверстников поступать так же. Я сам пропагандирую здоровый образ жизни среди своих сверстников. Мало кто из моих знакомых курит. И это хорошо, потому что такие акции сейчас курение убивает очень много молодежи. Я занимаюсь баскетболом и спортивным ориентированием. И для спортсмена курение – это недопустимая вещь. Еще я учусь на повара, и для повара тоже недопустимо курение. Я уже столько всего видела, как просто губится здоровье каждого человека из-за пагубной привычки. Также я знаю многих, кто часто болеет раком из-за этой привычки. Я просто хочу посоветовать многим, чтобы бросали эту привычку и убили здоровый образ жизни. Ваша жизнь только в ваших руках. В основном курильщики с раком легких получили диагноз уже после того, как бросили пагубную привычку. Есть и те онкобольные, которые вообще никогда не курили. Стоит ли доверять фортуне или все же прислушаться к советам медиков? Выбор за вами.